Приветствую вас дорогие друзья! Вы на YouTube канале Все для Клева и сегодня очередное необычное видео, в котором я буду не в качестве рыбака, а в качестве репортера при проведении соревнований Большого Кубка Fish Dream 2019. Такие соревнования проводятся каждый год в Одесской области и в этом году изъявило желание участвовать 32 участника, среди которых, кстати, и я. Сегодня мы с вами присутствуем на первой дуэли между Александром и Андреем в 1.16 финала. Рыбаки согласовали между собой водоем, день и время рыбалки, время соревновательной сессии, ограничено 5 часами и начинается оно с разрыванием пальчик с прикормкой на глазах у соперников. Мы с вами на Днестре. Сегодня 17 марта 2019 года и соревнование началось. Это Андрея, рабочее место. Все под рукой у него. Кстати говоря, посмотрите, садок Лагин Фешингер, друзья. Именно такой, который я вам показывал в своем видео. Вот в этом. Погода сегодня хорошая. Чуть-чуть ветерочек. Народа немерено. Все пытаются что-то поймать, тарань. Так, наши двуэлянты продолжают замешивать прикормку. Что, чем пахнет? Ну, ребята, я скажу, как Пасха. Александра Бандювелька. И удилище Н.О.Н., друзья, от фирмы Вейда. О, наши знакомые. Одно из любимых удилищ. Примного. И все по-взрослому. Друзья, и первый секрет Андрея. Посмотрите на его полотенце. Как он его привязал. Чтобы не терять время. Вообще не терять. Ни секунды времени. Чтобы оно было под рукой. Раз, вытерзел. Хоп-хоп. Быстро замешал. Потому что спортивная рыбалка – это работа. Это работа, друзья. Это не отдых. Это не наслаждение. Времяпрепровождением. Это реальная работа. Честно говоря, я не знаю. Сам участвую в этих соревнованиях. Хотя, я люблю больше такой релакс получать от рыбалки. То есть, в моем мозгу рыбалка ассоциируется только с релаксом. И отдыхом. И балдежом. А здесь придется работать. Это отлично. Если будет куялка. Окей. Видите, как Андрей бегает. А рядышком нет ведерка, чтобы помыть руки. Вот так. Секунды потеряны. Так, Александр уже у нас промеряет глубину, да? Да, пробивает дно. Дно пробивает. Ага. Ищет место. Это в то время, пока прикормка у него настаивается. Андрей тоже начинает искать перспективное место. Вот, друзья. Александр фиксирует леску на шпуле. Здесь. И пошел его выматывать. То есть, получается, он нашел бровку. И под бровку будет... То есть, отступил от бровки еще где-то метра два. Вы видели, он отходил, да? И... То есть, в это место он будет, я так понимаю, прикармливать. Он решил... Он решил не фиксировать леску на шпуле. А зафиксировал просто резиночкой. Фидергамом, да? Да. Интересный вариант. Я таким тоже раньше не пользовался. Так, так, так. На второй раз. Пошла метров тридцать. Получается. Больше не надо. Несет 90 грамм. Сюпами несет. Несет, да? Течение большое, да? Да. Андрей уже определился с дистанцией лова. И достает уже свой поводочек. Поводочек. Двенадцатый крючок. 0,18 леска. 50 сантиметров. Поводок. Если будет плохой клев, то я уменьшу потом диаметр лески крючка. То есть, будешь экспериментировать, да? Да, посмотрим. Шнур, а не леска. Раньше у меня стояла леска, она гасила всю. Я работал без фидергама. Сейчас поменял шнур. Чувствительность стала лучше, но стало обрываться губы в рыбы. Поэтому я купил фидергам. Поэтому так же самое. Петля в петлю фидергам. Затягиваем и сюда железку. То есть, от водика? Чтобы губы не рвать. Чтобы меньше исходов было. С этой стороны реки глубина под берегом больше. Такой выраженной бровки под берегом нет. С той стороны хуже. Нужно высоко поднимать удилище, чтобы перевести рыбу через эту бровку. Тут нет такого. Я думаю, будет лучше. Удобнее здесь будет ловить. Понятненько. Основная асимметрическая петля. Скользящая. Весь 90 грамм с шипами. Они добавляют всего 10 грамм. Ну, и хоть так, хоть так, она все равно несет. Понятно. Пробуем классику. Пробуем сразу опарыша. Опарыша я вешаю по 3 штуки. Может сразу попробовать. Ого. Немного? Нет. На один просто раз не волнуйся. Раз, где вы будете вот такой цеплять за хвостик. Раз. Два. Два. Прикормки много. Можно не жалеть. Поэтому ничего не ставить его по одной. Оставил вот так. Раз. Покажу в сторону. Кормушку надеваю. Кукуруза, хорох. Так, не сильно плотно. Попробуем пока мышь. Плотва любит в сторону. Чтоб не сильно была плотная прокормка. Чтоб она в толще воды рассыпалась еще. Вот соберем сверху что-то. Поднимаю. Руку. Поводок не крутится. Смотрим. Разворачиваемся. Бросаем. Лодка идет только. Чтоб не срезала меня. Останавливай. Ставлю на угол. Ставлю на угол. Ставлю на угол. Ну что, Андрей, первый заброс. Отстреливай. Накавый немножко. О, клюет сразу клюет. О, сразу клюет. И ел. Мимо, мимо. 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 Рано. Рано, 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 рано. Ну так, сегодня у нас, я смотрю, будет хороший улов. О, смотри. Почмотрим. Может точно много я повесил опароса. Может я одного хватил. Ага. Ну попробуем еще. Может я просто поспешил. Насыпаю. И снова. Неплотно там. Типа она выпадала. Вот сейчас вообще не прикормлю, правильно? Вместо. Вообще не прикормлю. Здесь до меня уже, наверное, накормили людей много. Отвожу. Немного не туда я бросил. Чуть наперед сместилось. Есть. Да, нет. Тебе есть. Есть. Что ж, друзья? Это есть небольшая. У Андрея первая поклевка. Первая удачная поклевка, скорее всего. Ну, сейчас глянем. Что там? Да. Первая плацвичка, друзья. Андрей вырывается вперед. 1-0. Есть. Так. Посмотрим, что там у нас Александр делает. Ага. Прикормку он еще увлажняет. До увлажняет. Не спешит. Чувствуется в руках мастера. Еще раз он ее перетирает. Друзья, ну я сегодня на расслабоне. Тоже буду пытаться протестировать прикормку FishDream. Отдельно замешаю зеленую упаковку. Фидер называется. И Black отдельно замешаю. Посмотрим, какая будет эффективнее. Без смешивания друг с другом. Мне достался такой небольшой участочек. Я тоже закину два удилища. И буду тестировать. Посмотрим, что у меня получится. Не знаю, что плохо, что у меня он рядышком. Стоят на лодках прямо передо мной. Но я думаю, что я за них не заброшу. Друзья, не оставляйте на берегу свой мусор. Забирайте все с собой. Так, это пока нам не нужно будет. Ловить я буду тоже на опарыш. Вот он, именно такой. Одна такая сероватая, черная. Трое светлее. Тут с какими-то красными креплениями, красной фракцией. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, моя основность очень простая. В основную леску я проделал кормушку. Потом бусинку прокрутил ее там три раза. Потом сделал небольшой отвод. Вот такой. С той же лески. То есть, это получается продолжение лески. С петелечкой. И поводок 50 сантиметров. На такую незамысловатую снасть будем варить. Наливал равное количество воды. И черная взяла в себя больше воды. Она более сухая. А эта такая еще влажноватая. В принципе, она нормальная. Где-то вот рыжая. Как она называется? Фидер. Так. Ладненько, добавим водички в черную. Я уже даже не ставлю на стойку. Прямо с руки. То есть, получается, клюет в лед, да? Да, клюет в лед. Лодка. Прошла на осторожно смотреть за лодкой. Потому что, если бросить лодка, быстро пройти, то накрезать снизу. Тогда я тут пробегу. Так, Александр, рассказывайте, как у вас тут дела идут? Вперед слета. В лед берет, да? Да, в лед. Отлично. Друзья, сегодня очень хороший, клевый день. Друзья, ранее сегодня клюет в лед. И... Сегодня очень хороший день для рыбалки. Светлый, немножко ветерочек. Солнышко. На паршек лет, ну, просто замечательно. То есть, грубо говоря, заброс 15-20-30 секунд и поклевка. Я нашел точку недалеко, буквально 20 метров. И смотрим. Вот упала кормушка. О, первая поклевка. То есть, чтобы поймать рыбу, тут много, в принципе, мудрить не нужно. Вторая нижечка. Хорошенькая. Ну, друзья. 18 сантиметров. Маловато. Нужно, чтобы было от 18 сантиметров от головы до плавника. Вот отсюда. Тут, конечно, меньше. Ее нужно отпускать. Поэтому брать ее мы не будем. Давай, пуви. То есть, клев очень-очень хороший. И туда. Сейчас чуть-чуть поближе закинул. Ну, ничего. Буквально 15-20 секунд и поклевка. Вот, уже поклевка. Да. Да. вот это уже побольше чуть побольше нужно сказал пора не нужно не хочет мои соли не жарить вот друзья получается вся рыбка от головы до хвоста 19 с половиной сантиметров но считается получается до плавника получается вот здесь грубо говоря 15 сантиметров поэтому такую тарань нужно пускать андрей забрасывать и вытаскивать забрасывать и вытаскивать спешишь да но я вижу увеличил дальность заброса нет нет то же самое как крупненькая хорошая выгода походе сразу клюет да это получается моя удача передается тебе я так понимаю да да нет на камеру рыба она хочет тоже на камеру папа зерва до рыбками так и не перешел дни насчет угодит меняют и кукурузу то еще на кукурузу клюет сбивает очень сильно она мягкая крючок они такой клюнули сразу срезали длина удилища какая-то 30 здрасте youtube-канал все для клёво расскажите на что вы ловите видите даже что ловит улитка да вот и вон тоже тоже клюет да а вы пробовали на нее ловить нет а попробуйте может плюнет что-то нужно у нас питается да открыть можно ракушку и попробовать на вот это на их на это мясо по поводу а так это гороху да и на пару сюда нет нет кукуруза а на кукурузу то есть я больше понятно вот молодой человек тоже ловит что ловится так себе наступить здравствуйте youtube канал все клёво вот уже сразу ее решили попробовать да ну правильно вкусно ну да ну а ты сам чистил не а не чистила молодец а ты что делал я ловил ловил что поймал это войти был молодец слушай а кто кассир разводил 9 заводил да понял хорошо ладненько удачу всего хорошего здрасте а можно посмотреть вашу снасть пожалуйста так глухая снастка три крючка и внизу кормушка это что получается пенотеста да какой-то тесто да и пеной до пенотеста на пенотеста ловится нормально да супер то есть получается на красное тесто на красное тесто да вот вот это да венгерская кук пенотеста вот такое да интересно а нагуров пробовали вот на этот на крупный не захват заходит так может быть там карп клюнет не и ничего да понятно ладненько хорошо удачи вам здрасте ухты какая-то рань красивая нормально глухая оснастка большой крючок и ловится до 3 крючка 3 крючка да интересно 1 что на горох довольно кукурузу кукуруза я смотрю за верхний крючок взяла да то есть пусть она в толще воды клюет она и нежели на как хочет похоже да можно посмотреть на что вы ловите то у нас youtube канал все для клёво да хотелось бы узнать на что ловите кукуруза ну мелковатый мелковатый тарань да да но суши и получается ты крючка ну тут и по-разному я вот например экспериментирую а ну что за прикормка у вас такая какой-то перец перцем пахнет но вот это вот это более так это же мощная да это у нас чистый сидр больше даже 20 градусов 20 сантиметров она ну там да да там друзья ну вот смотрите ну да на горошек на кукурузу кукурузку да да отлично на отлично поводок 40 сантиметров до как обычно супер где кукурузки цепляю и чем получается чем больше насадка тем больше и много либо правильно ну да понятненько ладненько хорошо спасибо удачи вам все хорошо друзья поставил свои два удилища и в черную прикормку я добавил еще вот такую венгерскую кукурузу она запахом чеснока посмотрим что будет конечно на карпа рассчитывать не приходится но тем не менее а вдруг на удачу поэтому сегодня мы за результатом не гонимся по количеству там тарани просто наслаждаемся небольшими поклевками и возможностью поймать карпа друзья увеличил насадку вот да нельзя уже такая большая кукурузина если она клюет таранить смотрите надо же таком бы ловится потихоньку потихонечку лови сюда хорошо опять же таки напарыша да так андрей позволяет себе покурить побалдеть уже чувствуется что он себя ощущает уже фаворитом сегодняшнего соревнования не смотрит и да она и кукуруза перешел андрей у нас на кукурузку надежде чтобы будет ловиться крупнее да понятно опарыш уже пока не нужен поклёвочка вот как я подхожу сразу крупная шутка леда сейчас посмотрим есть это есть по-тарезу и вот она таранишечка на горошка кукуруза не очень а чтоб очевидно было высыпаем на землю чтобы брать целую половинку те которые разбиты не подходит надо по целую брать он только падает прямо в лед клюет 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 есть есть вот так друзья ловят спортсмены 15-20 секунд на поклёвку я новичок я новичок новичок не новичок но вот она какая рыба есть она клюет у всех заметил что в светлую прикормку когда добавил бондюэль и ловить на эту бондюэль если то тарань клюет покрупнее такая хорошенькая получается красивая ну я всю рыбалку хороший клюет сегодня всю рыбалку я удочку даже на стойку не ставлю все время в руках а громад кормушки не поменяли не не 100 грамм так и бросает я почему я сразу бросил на русло на на середину она несет его там поэтому я сделал ближе ближе подтянул чтоб она упиралась немножко убрал он сразу клюет он там где-то стоит есть ну там выходами то слабо слабо а потом бьет 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 хорошо если засеклась то она уже сидит один крючок ушел у меня был там под берегом зал по вместе в рыбе ушел все это развязался не знаю почему вроде все хорошо привязывал так крупная хорошая друзья остается две минуты до окончания дуэли александра и андрея поэтому хочу сказать что я раньше никогда не смотрел спортивную рыбалку и вот это вот самоотверженно просидеть 5 часов на стульчике не отключаясь никуда не покушать не попить только рыба только только результат работа на результат это конечно изнуряет изнуряет это это не удовольствие это спорт ребята но с другой стороны хочу сказать что спортивные моменты мне очень нравятся тем что спортсмен никогда не намусорит никогда не выкинет бумажку вот у него все собрано все сложено красивенько рыбу возьмет столько сколько съест за один раз и не больше то есть впрок не запасает вот эти принципы конечно мне очень близки вот поэтому спортивная рыбалка друзья это здорово на самом деле это здорово так все время закончено слава богу осталось только теперь посмотреть результат сравнить и определить победителя наконец-то все позади спина наверное текла уже у андрея наверное уже бицепсы и плечо уже правое больше чем левое так я да я спиннингом тренированный а спиннингом тренированный ну видно что у тебя правая рука постоянно туда сюда туда сюда ну по крайней мере как минимум две рыбки у андрея вижу все таки это уже серьезный результат больше да сейчас посмотрим верхушка азберга так ну что александр давайте достаем садов что мы ждем так так барабанная дробь друзья ну килограммчик а так два с половиной три наверное есть сейчас по мере взвесим может даже больше да ну класс так андрей ваша очередь вот туда на травку так так 420 грамм обновляем не такая обновлено на 180 грамм ну все можем одним ведром он не взвешивает правильно начинаю 1 0 ну все отлично есть пол ведра пол ведра тарани за пять часов друзья и так 3 925 3 925 925 согласен сейчас так 5 метров андрей обойдет да нет там наверно больше будет ну посмотрим так рыба мы как спортсмены мы отпускаем давайте давайте отлично друзья посмотрите на спортсменов ближе 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 аккуратно вот так вот смотрите смотрите и учитесь друзья вот они настоящие спортсмены это даже не те кто больше поймал а те кто вот так вот относятся к природе так на килограмм так на килограмм сейчас посмотрим темп друзья шесть 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 двести двадцать а ну сюда на свет вау вечный результат шесть двести друзья за пять часов рыбалки так ну вот андрей тоже отпускает рыбу как настоящий спортсмен все пошла 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 друзья ну финале хочется сказать слова что определить конкретно победителя это у нас андрей 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 победил молодец поздравляю все молодцы честно победили в поединке все правильно да никаких претензий нет все отлично все друзья вы были на канале все для клева на котором мы с вами смотрим я вам показываю секреты настоящих настоящих спортсменов рыбаков поэтому будьте с нами подписывайтесь на канал все для клева ну и ставьте лайки если видео понравилось пару слов пару слов пару слов рыбака была очень спортивная очень темповая практика 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 ловите рыбу отпускайте рыбу берите природу не мусорьте все будет лучше отлично все друзья счастливо всего хорошего будьте здоровы пока две прикормки скажу честно что так и не понял какая из них лучшая потому как ну клевала реально на все тарань сегодня она просто в охотку клевала в лед и практически на все на кукурузу на опарыша на что только не мне я заметил нужно менять вот как рыба клюет 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 перестала клевать сразу же меняюсь на жирку сразу же одна-две рыбки проклевывают да и снова затихают но я говорю даже про прикормку даже вот смотрите у вас была прикормка у александра у меня другая была третья прикормка все работало все работало в основном еще корм был конечно на наживку на наживку укурузу нужно такую чтобы была полностью целенькая не так как они обрезают до половины это плохая да то есть нужно брать бандюрельку так горох ну это консервированный купленный он мягкий очень сбивает сразу в лед только упала сразу сбивает опарыш в начале и в конце хорошо работало три опарыша два красных один белый вот так ну надеюсь вам дали полную информацию о Днестре сегодня у нас 17 марта 2019 года поэтому мы заканчиваем нашу рыбалку спасибо всем за то что смотрели нас болейте за следующих участников 8 да друзья скоро я тоже буду участвовать поэтому за меня тоже немножко поболейте в этом нам не